Всем доброй ночи! Итак, друзья мои, мы привыкли при названии род, родословное, пращуры, предки, почему-то вздрагивать. Потому что род у нас чаще всего ассоциируется с проклятием рода, с тем грузом ответственности, который предки накладывают на наши плечи. С теми трудностями, с теми погрешностями, преступлениями перед мирозданием, которым сталкивается наш род и в котором мы, собственно, поневоле становимся причастны и обязаны отвечать, нести ответственность за наших предков. Но мы забываем, что, говоря слово род, нужно думать не только о плохом, не только о проклятиях, о каких-то страшных долгах, которые тянутся из прошлого от наших предков. Мы должны задуматься и о том, что наши предки нам передали очень многое... передали, извиняюсь, очень многое хорошего. Свои таланты, свои способности, генетическую склонность к определенным, скажем, искусствам, да, к определенным профессиям. Предки нам передали свою внешность. Если они были красивые люди, то, вне сомнения, мы будем красивы. Ну, например, так меняли восточные народы свой облик. И многие народности, которые изначально были известны как не особо отличающейся красотой, маленького роста, с большими носами, чернявые и прочее. Свои гаремы забирали красивых женщин. Они выбирали со всех народов красивых женщин. И они знали, что они делают. Они меняли свою генетику. Потому что ребенок у красивой женщины, если не родится красивым, то родится красивым внук, правнук. И таким образом многие народы полностью поменяли свой облик. Сегодня они, скажем так, европейского уровня, европейской внешности. Синеглазые, голубоглазые, светловолосые народы, которые когда-то были абсолютно не эталоном красоты, сейчас могут похвастаться красивой генетикой. Почему? Потому что передается внешность от красивых бабушек, прабабушек, передается внукам и правнукам. И уже в котором поколении это совершенно уже талантливый, интересный, красивый, в генетическом плане такой успешный народ. Вот. Точно так же и поступают, скажем так, некоторые знаменитые роды, рода, как правильно звучит, и так, и так, династии. Ну, предположим, у них есть огромные богатства. И они не стремятся, скажем так, женить своих детей или выдать замуж обязательно за богатых людей. Потому что в денежном плане они вполне обеспечены и не нуждаются в новых поступлениях финансовых. И чаще всего берут в свой дом сноху за красоту. Могут взять из бедной семьи просто красивую, красивую девушку. Для того, чтобы генетически, предположим, если у них не совсем красивый род, если у них не совсем приятный, скажем так, в лицах или физиологии члены семьи, они могут взять красивую, добротную, такую дородную девушку, которая может родить, то есть разбавить их кровь. Ну, например, английская королевская семья. Я бы не сказала, что они блещут красотой, но после того, как Диану взяли в их семью, она их кровь значительно разбавила, и после неё пошли красивые потомки. Итак, наши предки в разные времена, в разные века жили в разных условиях. В условиях войн, революции, в условиях каких-то переворотов, страшных моментов в истории человечества. Голода, холода и прочее. Мы проживаем свою трагедию, свои трудные времена. Каждое поколение получает ту порцию боли, трагедии, личной трагедии, проблем, которые должна преодолевать. Наши предки преодолели сороковые годы, более далёкие предки преодолели революцию, мои предки ещё и преодолели геноцид. И очень много связанных после военных, скажем, времён страшных. Голод, холод, нищету, трудности, раскулачивание. Очень много страшного. И у нас в роду, например, были и молодые смерти, были те, которые не вернулись с войны. И, естественно, эти все люди, они не выполнили ту миссию, которую они считали своей. Хотя Вселенная посчитала по-другому. Может быть, их миссия была именно в том, чтобы погибнуть и спасти жизнь других. Может, в чём-то ещё. Но, по крайней мере, если они ушли рано, значит, на этом их задача в мире заканчивалась. Кот Яна мяукает. Альбус. Он такой, вечно такой ходячий, книга жалоб. И отвлёк меня немного. Так вот, друзья мои. Но у них были планы. У них были желания, которые они не смогли выполнить, не смогли довести до своего завершения. И ушли из этого мира. Они были наши деды, отцы, прадеды. У кого кто ушёл рано из жизни? И в чём предназначение наше? Наше предназначение – довести их дело до завершения. Вот как я вам говорила, что родители, которые хотят сделать что-то нужное, полезное для ушедшего сына, как помянуть его, как помнить его, что сделать такое, что дало бы его душе покой? Это жить за него. Это поехать туда, куда он хотел ехать, планировал и не смог. Ну, например, в особые праздники можно испечь пирог или торт, который он любил. Можно приготовить блюдо, которое он любил. Он через вас будет получать энергию этой пищи. Они нашими глазами смотрят на мир. Дети. Дети, которые ушли. И родители, которые потеряли детей, они обязаны жить двойную жизнь просто, за двоих. Они обязаны поехать туда, куда хотел поехать их сын. Увидеть страну, которую он мечтал попасть и увидеть. Они должны поехать и своими глазами показать это своим внукам. Ой, извиняюсь. Своему сыну, да. Не совсем правильно сказала. Внуки должны показать своим дедам. Сейчас вернемся к этой теме. Я помню, когда один человек в советское еще время попал на территорию Турции. и отправили его по каким-то делам. И он вернулся, и моей прабабушке рассказывал, что он был в Карсе. В Карсе, в городе предков наших. И бабушка моя поцеловала его в глаза. То есть глаза целовала ему. Она сказала, что она хочет поцеловать те глаза, которые видели дом ее предков. Видели Карс. Вот эта невероятная тоска, которая присутствует. И я, например, не смогу поехать туда. Я бы хотела видеть эти земли, где она родилась. И по этим землям она тосковала до последнего дня своей жизни, ушла с этой тоской. Но я бы не смогла туда поехать, потому что, увидев это все уже разрушенные, уничтоженные следы наши оттуда, мне кажется, мне бы это причинило огромную боль. Хотя она хотела. Она просила, чтобы когда-нибудь мы были там и принесли оттуда землю и посыпали на его могилу. У него была такая просьба. Она не смогла вернуться. Может, мы хотя бы побудем там и посмотрим, и нашими глазами она увидит свой отчий дом. Вот эти выражения, они не случайны. Наши предки, ушедшие, через нас получают то, что они не смогли довершить при своей жизни. Расскажу случай из своей жизни. Мой дед был очень талантливый человек. Он был из благородного происхождения, но все, что у них было, все это богатство они давно растеряли. Их раскулачили, все отобрали. Огромные земли. У меня бабушка часто показывала и говорила, это наши земли были, это наши семьи. Но благо их только не выслали в Сибирь. Просто знакомство помогли, что они остались жить. Просто написали, что добровольно отдают все колхозу и остаются то есть нетронутыми. И мой дед не имел возможности получить образование. Но он был очень талантливый человек. Он был очень любознательный. Он был такой самоучка, понимаете, самородок. И после него остались такие толстые тетради, в которых было записано просто философские такие были мысли. Солнце, луна, как они влияют на человека. Слышат ли нас духи? Куда уходят мертвые? Он описал встречу с мертвыми, сколько раз в его жизни это происходило. Встречу с потусторонними силами. Он мечтал когда-нибудь людям рассказать о том потустороннем мире, который он видел. Чтобы много людей знали, что там есть жизнь. И часто к нему приходили его друзья, соседи, молодежь, сидели, разговаривали. Он рассказывал, объяснял, они спорили. Он говорил, как устроено мироздание, почему не один бог там, а много богов, почему есть духи, куда уходят души ушедших людей и так далее. Он это все говорил, но у него не было возможности издать книгу, написать книгу. Он был человек, ну, скажем так, даже не среднего образования. Он до четвертого класса учился, а потом сам читал, сам, значит, вот изучал. То есть у него не было возможности идти в школу, потому что он был вынужден работать и помогать матери. мать рано овдовела, и детям нужно было помочь, нужно было помочь поставить их на ноги. Но у него была огромная мечта, чтобы все эти его знания, вот эти все философские, все эти умозаключения, все эти методы исцеления и прочее, прочее, которые он записывал, чтобы это стало достоянием общественности. Он не завершил свою мечту, друзья мои, и он умер молодым. Он ушел в среднем возрасте и ушел потому, что он отказывался как бы сказать эту силу применить. Он стеснялся, он был человек рожденный в горах, он был человек рожденный в Закавказе, ему было неудобно, что подумают люди, то есть он что будет теперь как смотреть будущее, но он видел, он видел мертвых, он был очень сильный медиум. И однажды его наказали, однажды он пошел в лес за дровами, то есть с лошадью, с этой, ну, пошел за дровами одним словом. И когда уже обратно возвращался, присел на какой-то камень наверху скалы закурить и его толкнули. Он просто ощутил очень сильный удар по лицу и вот толкнули с этой скалы вниз. Он покатился и просто каким-то чудом зацепился за куст, который его удержал. И он пришел домой весь ободранный, весь в крови и много раз его предупреждали и приходил его погибший друг и говорил, что Георгий, если ты будешь отказываться от этой силы, он тебя, то есть она тебя накажет. И мой дед ушел молодым, но перед этим он видел видение. У меня бабушка рассказала, что он ночью встал и увидел, как идет похоронная процессия через наш двор. Он не понял, как они могли пройти, потому что там все-таки соседские дворы, там забор, все прочее, как положено. Но они как будто не замечали ничего, и вот эта похоронная процессия просто проходила через эти заборы и шла вперед. И все плакали, были женщины в черном, несли гроб и три раза назвали его имя Георгий. И тогда он пришел и сказал моей бабушке, я скоро умру. Она опять не начинай, прекращай эти все глупости, проснилась. Он сказал, не знаю, веришь ты, не веришь, это твое дело, но я скоро умру. И он действительно через три дня после этого видения умер. У него сердце остановилось. Так вот, я знаю, что у моего деда была такая мечта миру донести свою философию, сказать все то, к чему он пришел за свою жизнь, что он видел этот мир мертвых, знает, что они там есть, как они там обитают, что происходит, как вообще обращаться к этим силам и все прочее. Его мечту исполнила я. Вот все то, что он хотел сказать миру, объяснить, передать, я дополнила своими знаниями, изучила это дальше и передала миру. Я осуществила его мечту. То есть он скорее всего должен быть доволен. Теперь представьте, вот ваш ребенок вы просто мечтали быть музыкантом и у вас не получилось. Разные есть обстоятельства, не всегда человек виноват. Всякое бывает. Вот не получилось вам стать музыкантом. И вдруг у вашего внука появляется талант к музыке. Как же вам это приятно. Вы понимаете, что вот то, что вы не смогли, он сейчас сделает. Он покорит эти сцены, как вы хотели. Он станет великим музыкантом. Вы радуетесь за него, как за себя. Он выполнил вашу мечту. По сути, он проживет вашу жизнь, ту жизнь, которую вы хотели, но не смогли прожить. Вы понимаете, это ощущение радости. Вот точно такое же ощущение радости испытывают наши предки, когда видят, что их планы мы довершили. Мы осуществили планы своих отцов. Ну, называй отцов условно, потому что и бабушек, и дедушек, но когда говорят о предках, обычно так и говорят. Отцов, дедов, прадедов, пращуров. Если у вас проявляется к чему-то стремление, талант, не останавливайте себя. Если вы видите, что перед вами открываются эти врата, перед вами открывается возможность, из ниоткуда приводятся люди, которые с вами знакомятся, которые тоже говорят вам, ой, вот ты это умеешь, почему ты это не делаешь, давай, начинай, мы можем тебе помочь объяснить, как, что, с чего начать. Не останавливайте в себе это. Это значит, ваши предки вас толкают просто, ведут вас вперед для того, чтобы вы осуществили их мечту. Пройдет время, и ваши таланты, о которых вы, может быть, как бы вы не слышали, что у вас в роду кто-то такой был, вот эти ваши таланты, которые проявились внезапно, и они вас возвеличили, то есть они дали вам удачу, и это была ваша дорога, которую вы выбрали. Вы узнаете, что этими талантами обладали ваши предки в том числе. Не зря люди династически занимались каким-то делом. дед, потом сын, потом внук и так далее. Это тоже практически то же самое, это продолжение дела предков. А вот когда вы не то, что продолжаете их дело, а довершаете их дело, то есть вместо них делаете то, о чем они мечтали, о чем они хотели, но не смогли, не смогли из-за разных обстоятельств, потому что бывает в жизни всякое. Однажды один молодой человек, который увлекался юриспруденцией, увидел такой необычный сон. Он увидел человека в старомодной одежде, который расхаживал по залу суда, и там сидели прокурор, судья, видимо присяжные, и сидел человек, которого судили, и этот человек молодой, похожий на него, но почему-то одетый по-другому, и по-другому у него были, то есть причесаны волосы в стиле моды того времени, и он расхаживал по этому залу, размахивал руками, разговаривал, очень страстно что-то объяснял, и резко остановился, повернулся и посмотрел ему в глаза, и сказал ему, иди сюда, теперь ты будешь на моем месте, и он проснулся, он проснулся, не понимав, что происходит, почему, поскольку особо не знал своих предков, начал интересоваться, но до того, как ему сказали, объяснили, ему предложили какое-то дело, пришла семья, не очень богатая, даже бедная, можно сказать, которая предложила за очень малую плату защитить их сына, которого ни за что хотели посадить в тюрьму. Ему предоставилась возможность проявить себя как адвокат, и он вспомнил этот сон из себя, расхаживающего посреди зала суда, он принял эту работу, и на следующий день ему снится сон, и опять этот человек, который стоит посреди зала суда, опять в этих старомодных одеждах, похожи на него, ему говорит, что нужно говорить в его деле, то есть, какие слова нужно произносить, когда он будет защищать своего подзащитного перед законом. Он встал посреди ночи, записал эти выражения, и перед самим процессом опять снится этот человек, который ему говорит, не бойся, я буду стоять там, и я тебе помогу. Одним словом, этот молодой человек провел просто блистательно этот процесс, выиграл этот процесс, и после этого на него посыпались очень много дел, хотя он был еще только начинающий, скажем, юрист, и был как народный защитник, он не был даже адвокатом, имеется ввиду, не имел адвокатского диплома, он был просто народный защитник, в то время разрешалось, да и сейчас есть такая процедура, разрешается выбрать себе непрофессионального адвоката, если человек согласен, чтобы его защитил, может защитить хоть сосед, после чего его приняли в гильдию, то есть еще в то время, до военное время адвокатов, называлась гильдия адвокатов, сейчас это немножко по-другому уже называется общество адвокатов, или как-то по-другому, мне кажется, юристы лучше знают, и у него пошло и пошло и поехало дело, через некоторое время он сумел купить дом, потом женился, у него родились дети, и вот прошло достаточное количество лет, и как-то он вспомнил про этот сон, и начало своей карьеры, и когда сидели за столом, он спросил у своей старой тети, вот, знаешь, вот я видел такой сон, но поскольку родители его давно уже умерли, ну, ему не у кого было спрашивать, и вот он решил, может быть, тете что-нибудь может объяснить в этой ситуации, и тетя молча встала и принесла старый альбом, она открыла этот старый альбом, и он обомлел, то есть мужчина, который был отцом ее, не отцом, а дедом ее матери, когда-то был знаменитый, то есть адвокат, но, к сожалению, он умер молодым, молодым, а у него было очень большое будущее, и после его смерти семья все распродала, они уехали из этого большого дома, потому как у них не было средств дальше существовать, он был кормилец семьи, и прочее, прочее, но он подавал большие надежды, но, к сожалению, ушел молодым, и вот этот человек начал сниться своему потомку, более того, давать ему советы, как действовать, и что делать, подтолкнул его к тому, чтобы тот продолжил его дело, а точнее довершил начатое дело, то есть его предок через своего потомка, где-то даже похожего на него физиологически, добился того, чего он хотел добиться в своей жизни, но обстоятельства помешали, он умер от болезни, но никак не мог, скажем так, эту ситуацию поменять, он был невластен над такими обстоятельствами, так что, друзья мои, если у вас появляются внезапные таланты, склонности к чему-то, если к вам приходят во снах люди, и начинают вас подталкивать к какой-то деятельности, к какой-то работе, если внезапно открываются перед вами эти возможности, если вас ведут по жизни, помогают, вы чувствуете, что вы выбрали эту дорогу, вы решили, вы станете этим, вы будете заниматься этой работой, и вас начинают со всех сторон подталкивать, помогать, это значит, что ваши предки вам помогают достичь той цели, которую они хотели, но, к сожалению, или жизни не хватило, или возможностей не хватило, по-разному у людей складывается жизнь, однако они через вас довершили своё дело, то есть они через вас получили то, к чему стремились, что им было дано, но они не смогли, у них жизни не хватило, чтобы это довести до логического завершения. Желаю вам всем удачи, всех благ, и напомню, что Екатерина Великая, хотя и не была потомком Петра Великого, но очень уважала и очень любила его, и когда она воцарилась на престоле, она исполнила его самую заветную мечту, присоединила Крым, то, о чём мечтал Пётр Великий. Она тоже в каком-то отношении довершила то дело, о котором мечтал, ну, пусть не её предок, но предок её сына. И я думаю, что когда мы доделываем, довершаем, доводим до логического завершения дела или мечту ушедшего человека, он нас оттуда благословляет, потому как мы исполняем его мечту. Ну, и в то же самое время, естественно, нам тоже это приносит славу и признание. Всем удачи! Субтитры Субтитры